Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 30 июля, Православная Церковь совершает память Святой Великомученице Марины. Святая Великомученица Марина Маргарита родилась в Малой Азии, в городе Антиохии, в семье языческого жреца. В младенчестве она лишилась матери, и отец отдал ее на попечение кормилице, которая воспитала Марину в православной вере. Узнав о том, что дочь его стала христианкой, отец в негодовании отказался от нее. Во время гонения на христиан императора Диоклетиана святая Марина в 15-летнем возрасте была схвачена и заключена в темницу. С твердым упованием на волю Божию и его помощь готовилась юная узница к предстоящему подвигу. Правитель Олимфри, очарованный красотой девушки, пытался уговорить ее отречься от христовой веры и стать его женой. Но святая не колеблес отвергла льстивые предложения. Тогда разгневанный правитель предал святую мученицу истязанием. Жестоко избитую, святую прибили гвоздями к доске и трезубцами рвали тело. Сам правитель, не выдержав ужаса этой пытки, закрыл лицо руками. Но святая мученица оставалась непоколебимой. Брошенная на ночь в темницу, она сподобилась небесного посещения и была исцелена от ран. Привязав к дереву мученицу, опаляли огнем. Едва живая, святая молилась. «Господи, Ты сподобил меня за имя Твое пройти через огонь, сподоби меня пройти и через воду святого крещения». Услышав слово «вода», правитель повелел утопить святую в огромной бочке. Мученица просила Господа, чтобы эта казнь стала для нее святым крещением. Когда ее погружали в воду, внезапно засиял свет, и белоснежная голубка опустилась с неба, неся в клюве золотой венец. Узы, наложенные на святую Марину, сами с собой развязались. Мученица стояла в купеле крещения, славя святую Троицу, отца, сына и святаго духа. Святая Марина вышла из купели совершенно здоровой, без единого следа ожогов. Пораженный чудом народ стал славить истинного Бога, и многие уверовали. Это привело в ярость правителя, и он приказал уничтожать всех, кто исповедует имя Иисуса Христа. Тогда погибло 15 тысяч христиан, а святая мученица Марина была обезглавлена. Страдания великомученицы описал очевидец событий по имени Феатим. До взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году мощи великомученицы Марины находились в монастыре Пантепонта. По другим сведениям, они находились в Антиохии до 908 года и оттуда были перенесены в Италию. Честная ее рука была перенесена на Афон, в Ватапецкий монастырь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Усть-Недумского празднуется перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского. Совершается празднование Святогорской иконе Божией Матери. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!